Роберт Хайнлайн. «Как здорово вернуться!» Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. «Скорее, Аллан!» «Домой, снова на землю!» Сердце её бешено заколотилось. «Одну минутку!» Она стрелой выскочила из комнаты, а муж замешкался в последний раз, проверяя, не забыто ли что-нибудь важное в опустевшем помещении. Из-за высоких грузовых тарифов на линии Земля-Луна отправлять багаж ракеты было чистым безумием, и они распродали всё, кроме тех мелочей, что уместились в рюкзаке. Убедившись, что ничего не забыто, он двинулся к лифту, где его уже поджидала жена. Они поднялись на административный этаж и подошли к двери с табличкой «Жилищный отдел, управляющая Анна Стоун». Мисс Стоун угрюмо приняла ключи от квартиры. «Мистер и миссис Макрей, вы в самом деле от нас уезжаете?» Джозефина разозлилась. «А вы считали, что мы передумаем?» Управляющая пожалуй плечами. «Да нет, я ещё три года назад поняла, что вы уедете, по вашим жалобам». «По моим жалобам, мисс Стоун, я не меньше других терпела все дикие неудобства в нашем, в вашем перенаселённом крольчатнике. Я не хотела бы обвинять лично вас, но ведь...» «Полегче, Джо», — одёрнул её муж. Джозефина вспыхнула. «Извините, мисс Стоун, пустяки, мы просто по-разному смотрим на вещи. Я-то была здесь ещё в те времена, когда весь Луна-Сити состоял из трёх герметичных бараков, соединённых туннелями, по которым приходилось ползти на четвереньках». Мисс Стоун протянула супругам крепкую руку. «Будьте счастливы, землеройки, от всей души желаю вам этого. Удачного старта, счастливого пути и благополучной посадки». В лифте Джозефина пробормотала. «Землеройки, вот ещё, только потому, что мы предпочитаем нашу родную планету, где можно, по крайней мере, дышать свежим воздухом». «Но ты ведь и сама употребляешь это словечко», — заметил Аллан. «Да, когда говорю о людях, вообще не покидавших земли». «Мы с тобой тоже не раз говорили, что если бы обладали достаточным здравым смыслом, то никогда не покинули бы землю. В душе мы с тобой, землеройки, Джо». «Да, но... Ах, Аллан, ты просто невыносим. Ведь это счастливейший день в моей жизни. А ты разве не рад, что едешь домой? Неужели не рад?» «Конечно рад. Это же так здорово вернуться. Верховая езда, лыжи и опера. Настоящая живая опера. Аллан, поживем недельку-другую на Манхэттене, прежде чем уехать в деревню». «Вот те раз. А я-то думал, что ты жаждешь ощутить дождевые капли на лице». «Хочу. Страшно хочу. Хочу многого и немедленно». «Ах, милый. Правда, похоже, что мы из тюрьмы выходим на волю». Она прильнула к мужу, лифт остановился, и он отстранил ее. «Перестань реветь». «Аллан, ты ужасен», — сказала она мечтательно. «Я так счастлива». Им пришлось немного задержаться на этаже, где находились отделения банков. Клерк из конторы Национального городского банка уже приготовил их аккредитивы. «А, домой едете? Распишитесь здесь. Завидую вам. Охота, рыбная ловля». «Да нет, я предпочитаю купание в прибое и прогулки на яхте». «А я», — сказала Джо, — «хочу просто поваляться на зеленой травке и посмотреть на голубое небо». Клерк кивнул. «Вполне понимаю вас. Тут ведь ничего подобного и в помине нет. Желаю приятного отдыха. На три месяца едете или на шесть?» «Мы больше не вернемся», — твердо сказал Аллан. «Три года прожили, как рыба, в аквариуме. Хватит». «Ах так!» — Клерк уткнулся в лежавшие перед ним бумаги и с дежурной вежливостью добавил. «Что ж, удачного старта!» «Спасибо». Они поднялись на последний подземный этаж и встали на эскалатор, ведущий к космопорту. В одном месте тоннель выходил на поверхность, тут находилась кессонная камера. Смотровое окошко, обращенное на запад, была видна поверхностью Луны, а за холмами — Земля. Вид ее, огромный, зеленый, щедрый, на фоне черного лунного неба и суровых немигающих звезд, вызывал на глазах Джо слезы. Дом. Эта прекрасная планета принадлежит ей. Аллан рассматривал Землю с меньшими эмоциями. Он пытался определить гринвическое время. Восходящее солнце как раз коснулось своими лучами Южной Америки. Должно быть, 8.20. Надо поторапливаться. Они сошли с эскалатора и попали в объятия друзей, пришедших их проводить. «Эй, капуши, где вы были до сих пор? Гном отправляется через семь минут». «А мы на нем вовсе и не летим», — ответил Макрэй. «Можно не спешить». «Как не летить? Вы что, передумали?» Джозефина рассмеялась. «Да нет, просто мы взяли билеты на экспресс. Поменялись кое с кем. Так что у нас еще минут 20 в запасе». «Вот как? Парочка богатых туристов, значит?» «Ну, разница в цене невелика. Зато избежим двух пересадок и не будем болтаться в космосе целую неделю вместо двух дней». Джо многозначительно потерло поясницу. «Она плохо переносит невесомость, Джек», — объяснил Аллан. «Я и сам ее плохо переношу, всю дорогу мучился. И все же не думаю, чтобы вам пришлось так уж скверно, Джо. На Луне вы уже достаточно привыкли к слабому тяготению». «Может быть», — согласилась она. «Но все же большая разница, одна шестая земной гравитации или совсем никакой». В разговор вступила жена Джека Крейла. «Джозефина Макрэй, вы что, захотели рисковать жизнью, летя в ракете с атомным двигателем?» «А почему бы и нет, дорогая? Вы же работаете в атомной лаборатории». «Ну, в лаборатории мы соблюдаем все меры предосторожности. Торговой палате следовало бы запретить эти экспрессы. Может быть, я и старомодна, но я-то вернусь так же, как и приехала сюда, на добром старом химическом топливе». «Не запугивай ее, Эмма», — возразил Крейл. «Технические дефекты на этих ракетах уже устранены». «Не все, я бы». «Неважно», — перебил ее Аллан. «Все решено. Пора на стартовую площадку. Прощайте, друзья. Спасибо, что проводили. Рады были с вами познакомиться. Если вернетесь в наши богоспасаемые края, обязательно навестите нас. До свидания, ребята!» «До свидания, Джо! Привет, Бродвею! Пока! Непременно пишите! Хорошего старта!» Они предъявили билеты и через переходную камеру прошли в вагончик скоростной дороги, соединявший, собственно, порт со стартовой площадкой. «Пристегните ремни», — бросил через плечо водитель. Они поспешно уселись на мягкие сидения, люк захлопнулся. Тоннель впереди был лишен воздуха. Через пять минут Аллен и Джо уже вылезали из вагончика в двадцати милях от порта, за холмами, которые покрывали крышу Луна-Сити, предохраняя радиоактивных излучений двигателей космических экспрессов. На ястребе они попали в одно купе с семьей миссионера. Достопочтенный доктор Симмонс счел нужным объяснить, почему он путешествует в такой роскоши. «Все из-за ребенка», — говорил он, пока его жена привязывала девочку к маленькому противоперегрузочному креслицу, укрепленному тяжими между креслами родителей. «Она никогда не бывала в космосе, вот мы и решили не рисковать ее здоровьем». При звуке сигнальной сирены все застегнули ремни. Сердце Джо забилось еще сильнее. Наконец! Наконец-то! Заработали двигатели, вжимая их в подушки, Джо и не подозревала, что можно чувствовать себя такой тяжелой. Ей было хуже, куда хуже, чем на пути сюда с земли. Все время, пока ракета набирала скорость, ребенок громко рыдал от ужаса и непривычных ощущений. Казалось, прошло бесконечно долгое время, прежде чем корабль перешел в свободный полет. Когда исчезло отвратительное ощущение огромной тяжести, Аллен отстегнул верхний ремень, стягивающий грудь, и сел. «Как ты, малышка!» «Прекрасно!» Джо тоже отстегнула ремень и обернулась к нему. Потом она и кнула. «Ох, нет, совсем не прекрасно!» Минут через пять у нее уже не было никаких сомнений в характере своих ощущений. Ей хотелось только одного — умереть. Аллен выплыл из каюты и вызвал корабельного врача, который сделал ей укол. Аллен подождал, пока подействует наркотик, а потом отправился разыскивать буфет, чтобы испробовать собственное средство от космической болезни, микстуру мазерсила от тошноты, смешанную пополам с шампанским. К сожалению, ему пришлось убедиться, что эти великолепные порзнь средства не действуют. Может, не надо было их смешивать? У маленькой Глории Симмонс космической болезни не было. Вскоре она обнаружила, что невесомость очень забавная, и упруга, точно воздушный шарик отскакивала от потолка пола и переборок. Джон не могла на это смотреть, ей хотелось шлепнуть девчонку. Торможение, хотя и превратило их вновь в неподвижные брёвна, было всё же огромным облегчением после тошнотворной невесомости. Для всех, кроме Глории. Она снова заплакала от страха и боли, мать что-то пыталась ей объяснять, отец молился. Они ощутили резкий толчок, завыла сирена, Джо с трудом подняла голову. «Что, это авария?» «Не думаю, кажется, мы приземлились». «Не может быть, мы продолжаем тормозить, я же тяжёлая, как свинец!» Аллан слабо улыбнулся. «Я тоже. Земное притяжение, забыла?» Они распрощались с семьёй миссионера ещё на корабле, так как миссис Симмонс решила подождать стюардессу из космопорта. Читама Крей, поддерживая друг друга, с трудом выбралась из ракеты. «Не может того быть, что это только сила тяжести!» протестовала Джо. Ей казалось, будто ноги вязнут в зыбучем песке. «Я же прошла специальный курс адаптации к земному притяжению на центрифуге, там, у нас дома. То есть я хотела сказать в Луна-Сити. Наверное, мы просто ослабели от космической болезни?» Аллан с трудом распрямился. «Ты права, мы же два дня ничего не ели». «Аллан, разве ты тоже ничего не ел?» «Конечно. Назовём это не вполне регулярным питанием. Ты голодна?» «Я умираю от голода». «Как насчёт обеда в бифштексной Укино?» «Чудесно. Ой, Аллан, мы ведь и вправду вернулись!» У неё в глазах опять блеснули слёзы. С Симмонсами они встретились снова, когда, перелетев через долину Гудзона в вагончике скоростной дороги, вышли на Большом Центральном вокзале. Пока они ожидали на перроне прибытия своего багажа, Джо увидела достопочтенного пастора, который грузно выбирался из вагончика, на руках он держал Глорию, жена шла следом. Симмонс осторожно опустил девочку на перрон, Глория с минуту постояла на дрожащих толстеньких ножках, потом рухнула на земь. Так она и лежала, тоненько всхлипывая. Какой-то космонавт, судя по форме пилот, остановился и с жалостью посмотрел на ребёнка. «На Луне родилась?» — спросил он. «Ну да, конечно, сэр». Несмотря на все неприятности, Симмонс был чрезвычайно обходителен. «Возьмите её на руки. Ей снова придётся учиться ходить». Космонавт печально покачал головой и ушёл. Симмонс постоял с озабоченным видом, потом, не обращая внимания на грязь, сел на пол возле ребёнка. Джо была слишком слаба, чтобы попытаться помочь Симмонсам. Она оглядела сеща Аллена, но тот был занят, прибыл его рюкзак, который бросили прямо к ногам. Казалось, кто-то пригвоздил рюкзак к полу. А ведь Аллен прекрасно знал, что в мешке нет ничего, кроме цветных и чёрно-белых микрофильмов, нескольких сувениров, туалетных принадлежностей и других мелочей всего фунтов пятьдесят. Не мог этот рюкзак быть таким тяжёлым, просто не мог. И всё же это было так. «Насельщик, мистер!» обратился к Аллену щуплый седой старичок и подхватил рюкзак, как пёрышко. Аллен крикнул. «Пошли, Джо!» и двинулся за старичком, чувствуя себя весьма неловко. «Насельщик» замедлил шаг, приноравливаясь к тяжёлой поступе Аллена. «Вы что, с Луны?» «Да». «Есть где остановиться?» «Нет». «Ладно, придётся вам помочь. Есть у меня один приятель, работает портье в Комодоре». «Насельщик» довёл их до полотна самодвижущейся дороги, а затем и до гостиницы. Они были слишком измотаны, чтобы идти куда-нибудь обедать, и Аллен заказал обед прямо в номер. Джо уснула прямо в горячей ванне, и её удалось извлечь оттуда с большим трудом. Он никак не хотел расстаться с приятным ощущением потери веса в воде. Аллен еле-еле убедил жену, что мягкий резиновый матрас обладает почти такими же достоинствами. Спать они легли очень рано. Около четырёх утра Джо пробудилась от тревожного сна. «Аллен! Аллен!» «Что случилось?» Он протянул руку к выключателю. «Да ничего особенного, просто мне приснилось, что я опять в ракете!» «Аллен, отчего здесь так душно? У меня ужасно болит голова!» «Не должно быть душно, у нас ведь номер с кондиционированием!» Аллен пошмыгал носом. «А у меня голова тоже болит», признался он. «Ну, так открой окно!» Едва лишь холодный наружный воздух проник в комнату, Аллен задрожал и быстро ёркнул под одеяло. Он ещё не успел заснуть, размышляя, можно ли вообще спать под городской грохот, врывавшийся в открытое окно, как его жена снова заговорила. «Аллен, ну что ещё?» «Милый, я совсем окоченела, можно я переберусь к тебе?» Солнечный свет струился в окно, тёплый и мягкий. Когда солнечный зайчик коснулся век Аллена, он открыл глаза. Жена тоже проснулась, она вздохнула и прижалась к нему. «Ой, милый, погляди-ка! Голубое небо, мы дома! Я и забыла, какое оно чудесное!» «А ведь здорово вернуться!» «Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше. А ты?» «Великолепно!» Он откинул одеяло, она взвизгнула и натянула одеяло на себя. «Не смей, ты с ума сошёл! Закрой окно, а я пока хочу понежиться в тепле!» «Ладно». Аллен двигался куда легче, чем накануне, но лежать в кровати было ещё приятнее. Он снял телефонную трубку и сказал. «Отдел обслуживания». «Что вам угодно заказать?» Приятным контральту ответила трубка. «Апельсиновый сок и кофе на двоих, шесть яиц, лучше яичницу, белый хлеб. И пришлите Таймс и Сеттедэй Ивнинг Пост». «Через десять минут будет исполнено». «Спасибо». Подающее устройство загудело, когда он брился. Аллен взял поднос и подал Джо завтрак в постель. Подев, он отложил газету и сказал. «Оторви-ка на минуту нос от своего журнала». «С удовольствием. Уж очень велика эта проклятая штуковина. Её и держать-то устанешь. А ты бы выписал лучше облегчённое лунное издание. Правда, обойдётся оно в восемь или девять раз дороже, но...» «Не тури, что ты задумал?» «Как насчёт того, чтобы выбраться из нашего затхлого гнёздышка и отправиться покупать одежду?» «Нет, я не пойду на улицу, одетая по лунной моде». «Боишься, что станут глазеть? Для своих лет ты стала чересчур стыдливой». «Нет, милорд, просто не могу я выходить на улицу всего-навсего в шести унциях нейлона и паре сандалий. Для начала мне нужна тёплая одежда, и она ещё глубже запряталась под одеялом». Прямо-таки больно слышать такие слова от отважной покорительницы космоса. «Слушай, а может вызвать Портнова в номер?» «Пожалуй, слишком накладно. Ты-то всё равно собирался выходить, так купи мне любую тряпку, лишь бы она согревала». Макрэй заупрямился. «Пробовал я уже для тебя покупать. Забыла?» «Ну, пожалуйста, в последний раз. Сбегай к суку и купи синее джерси для улицы, десятый размер, и пару чулок». «Уговорила». «Вот и молодец. А я тут бездельничать не буду. Вон какой длиннющий список людей, которым я должна позвонить. А кое с кем? И повидаться?» Сначала Аллан отправился купить одежду для себя. Привычные ковбойка и шорты грели не лучше соломенные шляпы в зимнюю вьюгу. Хотя в действительности было совсем не холодно. Солнце излучало приятное тепло, но человеку, привыкшему к постоянной температуре не ниже 70 по Фаренгейту, погода казалась холодной. Аллан всячески старался либо подольше оставаться в метро, либо идти по той стороне Пятой авеню, которая была защищена крышей. Аллан подозревал, что продавец всучил ему завалящий костюм и что выглядит он в нем деревенщиной. Костюм, правда, согревал, но и весел изрядно. К тому же он стягивал грудь и затруднял дыхание. «Интересно», — думал Аллан, «долго ли еще придется мучиться, пока снова обретешь земную походку?» Заботливая продавщица выполнила заказ Джо и сверх списка подобрала для нее теплую пелеринку. Аллан отправился домой, согнувшись под тяжестью пакетов. Тщетно он пытался поймать такси, по-видимому, спешили все, а не он один. Один раз его чуть не сбил с ног какой-то мальчишка лет 13 и 14. Мальчишка крикнул «Разинь глаза, Соня!» и скрылся прежде, чем Аллан подобрал подобающий ответ. Когда он вернулся, все у него ныло. Он мечтал о горячей ванне. Но принять ванну не удалось, у Джо сидела гости. «Миссис Эпплби, это мой муж. Аллан, это матушка Эммы Крейл. Как поживаете, доктор? Или вас следует называть профессором? Лучше просто мистер. Когда я узнала, что вы в городе, я чуть не сгорела от нетерпения, так хотелось поскорее услышать о моей драгоценной девочке. Как ей там живется? Похудела? Хорошо ли выглядит? Уж эти мне современные девицы. Я всегда втолковывала ей, что надо побольше гулять. Сама я ежедневно совершаю променад в парке. Вы только посмотрите на меня». «Она прислала свою фотографию. Кажется, я ее захватила с собой. На ней она выглядит совсем плохо. Наверное, неважно питается. Это синтетическая пища». «Не ест она синтетической пищи, миссис Эпплби». «Должно быть малопитательно, не говоря уже о вкусе. Что вы сказали?» «Ваша дочь питается вовсе не синтетической пищей», повторил Аллан. «Свежие фрукты и овощи у нас в Луносите в избытке. Растения, понимаете ли, выращиваются в специальных условиях?» «Вот и я об этом. Об этом я и говорю. Признаться, не понимаю, как это вы получаете пищу из этих машин, кондиционирующих воздух, там, у себя, на Луне?» «В Луне, миссис Эпплби». «Но она не может быть здоровой. Наши домашние установки для кондиционирования воздуха вечно ломаются и ужасно пахнут. Просто невыносимо, мои дорогие. И вы думаете, что возможно построить небольшую установку, такую, что...» «Хотя, конечно, если вы хотите, чтобы она еще изготавливала синтетическую пищу». «Миссис Эпплби». «Да, доктор, вы что-то хотели сказать? Лично я...» «Миссис Эпплби». С отчаянием заговорил Макрей. «Растения в Луносите выращиваются на огромной гидропонической ферме в колоссальных чанах. Там масса зелени. Растения извлекают из воздуха углекислоту и обогащают его кислородом». «Но вы в этом уверены?» «Помнится, Эмма говорила». «Совершенно уверен». «Ну-ну, я не претендую на понимание подобных вещей. Я ведь натура художественная, как частенько говаривал мой бедный Герберт. Герберт — это отец Эммы. Он был всецело поглощен техникой, хотя я и настаивал, чтобы он слушал хорошую музыку и просматривал критические обзоры бестселлеров. Боюсь, что Эмма пошла по стопам отца. Я просто мечтаю, чтобы она бросила свою дурацкую работу. Неподходящее это дело для женщины. Как вы считаете, миссис Макрей? Все эти атомы, нейтроны и прочие штуки, которые летают вокруг нас в воздухе. Я читал о них в разделе «Популярная наука» в журнале. Она хорошо в этом разбирается, и работа ей по душе. «Ну, разумеется, так и должно быть. Это же так важно быть удовлетворенной тем, что делаешь. Пусть ты даже и занимаешься ерундой. И все же я беспокоюсь, а девочки — похоронить себя вдали от цивилизации, поговорить не с кем, ни театров, ни культурной жизни, ни общества». В «Луна-Сити» демонстрируются стереокопии каждого бродвейского спектакля, имеющего успех. В голосе Джоза звучали резкие нотки. «О, в самом деле, но ведь это совсем не то, что пойти в театр, моя дорогая, там же общество изысканных людей. Вот когда я была девушкой, мои родители...» Аллен, позабыв о всяком приличии, сказал. «Уже час. Ты обедала, родная?» Миссис Эпплби выпрямилась в кресле. «О, Боже, пора бежать. Моя портниха — такая тиранка. Но она гениальна. Надо будет дать вам ее адрес. Вы были очаровательно любезны, мои дорогие, и я вам бесконечно благодарна за рассказ о моей бедняжке. Как бы мне хотелось, чтобы она оказалась такой же благоразумной, как вы. Она ведь знает, что я всегда готова предоставить свой дом в ее распоряжение. Да уж, если на то пошло, то и в распоряжение ее мужа. Заходите ко мне почаще. Обожаю разговаривать с людьми, которые побывали на Луне. В Луне. Это так сближает меня с моей милой крошкой. До свидания. До свидания». Когда дверь за ней закрылась, Джо сказала. «Аллен, мне необходимо глотнуть чего-нибудь покрепче. Мне тоже». Джо долго возилась с покупками, занятие оказавшееся весьма утомительным. К четырем часам они отправились в центральный парк насладиться красотой осеннего пейзажа под ленивой отсоконью лошадиных копыт. Вертолеты, голуби и перистые полосы, оставленные ракетными двигателями, придавали парку идиллическую прелесть и безмятежность. Джо проглотила подступивший к горлу комок и прошептала. «Аллен, разве это не прекрасно?» «Да, конечно. Как все-таки здорово вернуться. Слушай, ты заметила, что 42-ю улицу опять снесли?» Вернувшись в номер гостиницы, Джо рухнуло на кровать, а Аллен немедленно сбросил ботинки. Сев в кресло и, растирая ноющие ноги, он сказал, «Весь вечер буду ходить босиком. Господи, как болят ноги. И у меня. Но мы же собирались к твоему отцу, милый». «Что? Вот черт, а я и забыл. Джо, нет, ты просто с ума сошла. Позвони ему и договорись на другой вечер. Мы же совсем выдохлись». «Но, Аллен, он ведь напряглашал кучу твоих друзей». «Чушь, собачий, нет у меня в Нью-Йорке никаких друзей. Договорись на ту неделю». «На ту? Хм, слушай, Аллен, а давай-ка лучше сразу уедем в деревню». У Джо был крошечный клочок земли в Коннектикуте, старая заброшенная ферма, оставленная ей родителями. «А я-то думал, что тебе хочется недельки-две походить по театрам и концертам? С чего это вдруг такая спешка?» «Сейчас покажу». Она подошла к окну, которое не закрывалось с самого полудня. «Погляди-ка на подоконник». И она нарисовала на слое сажи свои инициалы. «Аллен, этот город грязен». Было бы странно, если бы девять миллионов людей не поднимали пыли. «Но всю эту грязь мы вдыхаем в легкие. Почему здесь не соблюдаются законы по борьбе со смогом?» «Это не смог. Нормальная городская грязь. Луна-Сити никогда не был таким грязным. Там можно носить одно и то же белое платье, пока оно не надоест. Здесь его и на один день не хватит. Над Манхэттеном крыши нет, а копоти в воздухе хоть отбавляют выхлопных газов». «В том-то и дело. Я тут или мерзну, или задыхаюсь». «Мне казалось, ты мечтаешь о прикосновении дождевых капель к своей мордашке». «Не будь занудой. Я и теперь хочу того же, но только на свежем воздухе и среди зелени». «Ладно, мне это тоже по душе. Надо поскорее приступить к своей книге. Я поговорю с твоим агентом по недвижимости». «Я уже говорила с ним сегодня утром по телефону. Мы можем уехать в деревню когда угодно. Он начал там наводить порядок сразу же после получения нашего письма». В доме отца Аллена в тот вечер все гости ужинали стоя. Но Джо сейчас же уселась и попросила принести ей еду. Аллен тоже с удовольствием присел бы, но положение почетного гостя обязывало его провести весь прием на ногах. Возле буфета его поймал отец и ухватил за пуговицу. «Попробуй-ка эту гусиную печенку, сынок. Полагаю, после лунной диеты она покажется тебе чудесной». Аллен согласился, что печенка великолепна. «Ну, сынок, а теперь ты должен рассказать гостям о своих странствиях». «Никаких речей, папа. Пусть они читают National Geographic». «Чепуха!» Отец повернулся к гостям. «Внимание! Сейчас Аллен расскажет нам о жизни лунатиков». Аллен закусил губу. Конечно, жители Луна-Сити именно так и называли друг друга, но здесь это слово звучало совсем иначе. «Да мне и говорить не о чем. Лучше продолжайте ужинать». «Рассказывай, а мы будем закусывать». «Расскажите нам о городе лунатиков. А вы видели лунного человека? Давай, Аллен, загни нам про жизнь на Луне». «Да не на Луне, а вы Луне». «А какая разница?» «Наверное, никакой». Он колебался. Действительно, объяснить, почему лунные колонисты так подчеркивали, что живут внутри земного спутника, было трудно. Но манера говорить «на Луне» раздражала его так же, как слово «фриско» раздражает жителей Сан-Франциско. «Вы, Луне, просто мы так говорим. На поверхности мы проводим очень мало времени, разве что персонал Ричардсоновской обсерватории, изыскатели и так далее. Жилые кварталы, разумеется, расположены под поверхностью. Боитесь метеоритов, что ли? Не больше, чем вы молнии. Подземное строительство облегчает решение проблемы отопления и герметизации. Облегчает и удешевляет. Проходка горных пород не так уж трудна, а трещиноватая почва выполняет роль вакуумной оболочки в термосе. «Но, мистер Макрей, спросила очень серьезная дама, неужели у вас не болят уши от столь высокого воздушного давления?» Аллен обвел комнату рукой. «Здесь точно такое же давление, как и там, 15 фунтов». Дама была сбита с толку, но быстро нашлась. «Возможно, вы правы, хотя этому и трудно поверить. И все же я бы не могла жить замурованной в пещере. А вдруг произойдет взрыв из-за разницы в давлении?» «Давление в 15 фунтов не опасно. Инженерам приходится работать при давлении в 1000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, Луна-Сити подобно кораблям состоит из множества отсеков. Это гарантирует безопасность. Живут же голландцы под защитой плотин. Есть дамбы в низовьях Миссисипи. Метро, океанские лайнеры, самолеты. Все это искусственная среда для обитания человека. Луна-Сити кажется вам странным только потому, что он так далек». Дама содрогнулась. «Даже представить себе что-либо подобное жутко». Какой-то весьма самоуверенный низенький человечек протолкался вперед. «Мистер Макрей, даже если допустить, что вся эта затея имеет значение для науки и так далее, то почему все-таки надо выбрасывать деньги налогоплательщиков на содержание города на Луне?» «Полагаю, что вы сами уже ответили на этот вопрос», сдержанно сказал Аллан. «А вы чем это оправдываете? Ответьте, сэр». «Это не требует оправданий. Лунная колония уже многократно себя окупила. Все лунные предприятия выплачивают налоги на прибыль. И шахты Артемиды, и космические путисообщения, и компания обеспечения космических полетов, и туристическая корпорация Дианы, корпорация исследований в области электроники, лунные биологические лаборатории, не говоря уже о лабораториях Резерфорда. Вон их сколько». Согласен, программа космических исследований иногда пощипывает налогоплательщиков, поскольку является объединенным владением правительства и фонда Гарримана. «Ах, так вы признаетесь в этом! А здесь важен принцип!» У Аллана невыносимо горели ноги. «Принцип, принцип...» «Есть только один принцип...» «Научные работы всегда окупались...» Он повернулся спиной к собеседнику и положил себе еще гусиной печенки. Кто-то тронул его за плечо. Аллан узнал старого школьного друга. «Здорово ты отбрил старину Битла. Поздравляю! Так ему и надо, он ведь кажется радикал!» Аллан улыбнулся. «Все же не следовало выходить из себя. Ты его хорошо отделал. Слушай, Аллан, завтра вечером я собираюсь совершить экскурсию с парочкой приезжих клиентов по злачным местечкам. Поехали, а? Спасибо, но мы уезжаем в деревню. Как же можно упускать такой случай? Столько времени быть погребенным на Луне и не позволить себе самых невинных удовольствий после этакой тоски?» Аллан почувствовал, что краснеет от гнева. «Спасибо за предложение, но ты видел когда-нибудь зрелищный зал отеля «Лунное небо»?» «Нет, собираюсь съездить. Разумеется, когда разбогатею. Тамошний ночной клуб тебе бы понравился. Ты же никогда не видел танцоров, взмывающих в воздух на пятьдесят футов и выделывающих пируэты во время замедленного спуска. Не пробовал лунного коктейля, не видел, как работают джонглеры при малой силе тяжести. Аллан встретился взглядом с глазами Джо, сидевший в другом конце комнаты. «Извини, старик, жена ждет». Джо была очень бледна. «Милый, уведи меня, задыхаюсь, совсем расклеилась. Пошли». Они извинились и уехали. Утром Джо проснулась с сильным насморком и для поездки в деревню пришлось взять воздушное такси. Под ними плыли низкие облака, но над облачной пеленой сияло солнце. Их вновь наполнила радость сознания, что они вернулись домой. Аллан нарушил мечтательное молчание. «Забавно, Джо, меня ни за какие коврижки не заманить обратно на луну, но вчера я поймал себя на том, что стоит лишь раскрыть рот, и я яростно защищаю все лунное». Она кивнула. «Я понимаю тебя. Честное слово, Аллан, кое-кто из этих людишек ведет себя так, будто убежден, что земля плоская. Одни из них просто ничему не верят, а другие так ограничены, что ничего не понимают. Не знаю, кто меня больше бесит». Стоял легкий туман, когда они приземлились. Домик встретил их уютом, агент Джок к приезду хозяев разжег камин и загрузил холодильник всякой снетью. Через десять минут после посадки они уже пили горячий пунш и наслаждались покоем и теплом. «Ну вот», сказал сладко потягиваясь Аллан, «все в порядке и в самом деле как здорово вернуться». «Все хорошо, кроме этой дороги». Новое супершоссе для скоростных грузовых и легковых машин было проложено всего в пятидесяти ярдах от их домика и рев мощных дизелей одолевающих подъем был слышен великолепно. «Да забудь ты об этом шоссе. Повернись к нему спиной и смотри на лес». Они уже настолько привыкли к ходьбе, что могли наслаждаться короткими лесными прогулками. Им повезло стояло теплое бабье лето. Уборщица попалась молчаливая и работящая. Аллан разбирал материалы трехлетних исследований, готовясь приступить к своей книге. Джо помогала ему с расчетами, снова привыкала к стрипне, спала и отдыхала. В день, когда засорился туалет, ударили первые заморозки. Обратились к деревенскому водопроводчику, который пообещал заглянуть на следующий день, пока же пришлось перебегнуть к маленькому уютному строению, реликту древних времен, стоявшему возле поленницы. Там жили полчища пауков. Водопроводчик их не порадовал. «Новый унитаз, новую трубу, стоит сменить и остальную арматуру. Пятнадцать, шестнадцать сотен долларов, по ориентировочному подсчету». «Хорошо», сказал Аллан. «Начнете сегодня же?» Водопроводчик расхохотался. «Я вижу, мистер, вам не вдомек, как трудно в такое время раздобыть материалы и рабочих. Только весной, когда земля оттает». «Это невозможно, друг, во сколько бы ни обошлось, делайте сейчас». Местный житель пожал плечами. «Ничем не могу быть полезен. До свидания». Когда он ушел, Джо взорвалась. «Аллан, он просто не хотел нам помочь?» «Что ж, возможно, вызову кого-нибудь из Норфолка или даже из Нью-Йорка. Не можем же мы всю зиму бегать по снегу в эту избушку на курьих ножках?» «Очень надеюсь, что не придется». «Конечно нет, ты и так простужена». Аллан мрачно уставился в огонь. «Как так?» «Знаешь, все тут стали подсмеиваться над нами, когда пронюхали, что мы с Луны. Мне-то было наплевать, но все же иной раз становилось не по себе. Помнишь, на прошлой неделе я ходил в деревню? И что случилось?» «Они напустились на меня в парикмахерской. Сначала я и ухом не повел, а потом что-то во мне взыграло. Начал я им рассказывать про Луну. Вспомнил бородатые воздух. До них не сразу дошло, что я их дурачу, а когда дошло, все обозлились. Наш друг, специалист по санузлам, был в этой же компании. Очень сожалею, малышка». «Ничего». Джо поцеловал мужа. «Если мне придется пробираться в туалет по снегу, то сознание, что ты хоть немного отыгрался на них, будет некоторым утешением». Водопроводчик из Норфолка оказался более деятельным, но дождь и последовавшая за ним гололедица сильно задержали работу. Алан и Джо простудились. На девятый день после аварии Алан сидел за письменным столом, когда услышал скрип двери. Значит, вернулась Джо с покупками. Он продолжал трудиться, но вскоре спохватился, что жена так и не вошла в комнату со своим обычным привет. Пришлось идти выяснять, в чем дело. Джо, сидя на кухонной табуретке, тихонько плакала. «Милая», «Знаю мое, что случилось?» Она подняла глаза. «Не надо быть тебе знать». «Высморкайся, теперь вытри глаза». «Чего мне не надо знать, что произошло?» Она заговорила, отмечая знаки припинания взмахами носового платка. Сначала лавочник сказал, что у него нет щеток для мытья посуды. Потом, когда она ему на них показала, он стал уверять, что щетки проданы. Наконец, он прошелся по адресу тех, кто приглашает в деревню честных людей». Джора зазлилась и напомнила эпизод в парикмахерской. Лавочник стал еще суровее. «Леди», сказал он мне, «не знаю, были ли вы с мужем на Луне или нет. Меня это не интересует, как и ваши деньги». «Ох, Аллан, как мне плохо». «Ну, сейчас ему станет куда хуже, чем тебе. Где шляпа?» «Алан, никуда я тебя не пущу. Не хватало еще, чтобы ты ввязался в драку». «Я не позволю ему грубить тебе». «У него не будет такой возможности». «Ох, милый, я так старалась сделать вид, что все в порядке, но больше не могу. Я тут не останусь. И не только из-за лавочника, из-за холода, тараканов и постоянного насморка. Я так измучилась, и ноги все время болят». Она опять заплакала. «Вот терраса. Ну так уедем, родная, поедем во Флориду. Я буду кончать книгу, а ты загорать на солнце». «Не хочу во Флориду. Я домой хочу, что? Домой? В Луна-Сити? Да. Боже, я знаю, что ты не хочешь, но я не могу выносить всего этого. И не в грязи дело, не в холоде, и не в этом идиотском водопроводчике, а в том, что здесь нас никто не понимает. В Нью-Йорке было не лучше. Эти землеройки ничего не смыслят». Он улыбнулся. «Продолжай передачу, детка, я на приеме». «Аллан». Он кивнул. «Я уже давно понял, что в душе лунатик, но боялся признаться тебе. Ноги у меня тоже ужасно болят, и мне остачертело, что со мной обращаются, как с ненормальным. Я старался быть терпимым, но эти землеройки действительно просто невыносимы. Мне не хватает людей с нашей доброй старой луны. Они цивилизованы». Она закивала. «Может, это предубеждение? Но у меня такие же ощущения». «Это не предубеждение. Что надо, чтобы попасть в Луна-Сити?» «Билет?» «Господи, да я же не о туристической поездке, а о том, что нужно, чтобы получить там работу». «Ты знаешь, интеллект. Отправка человека на Луну стоит дорого, а содержание его там тем более. Чтобы окупить себя, он должен обладать многими достоинствами. Высоким умственным коэффициентом, хорошим индексом совместимости, отличным образованием. Все это делает человека приятным, легким в общении и интересным. Мы избалованы. Тупость среднего обывателя, который землеройки почти не замечают, мы находим невозможной, потому что лунатики другие. И неважно, что Луна-Сити самый удобный город из всех построенных человеком, главное — люди. Поедем домой». Он подошел к телефону, старинному аппарату, предназначенному только для передачи речи, и вызвал Нью-Йоркское отделение управления. Пока он ждал ответа, Джо спросила. «А если нас не возьмут? Вот и я этого боюсь». Они знали, что лунные компании редко соглашаются брать на работу тех, кто однажды уехал. Требования к физической выносливости в таких случаях резко повышались. «Алло, алло, управление? Можно соединиться с сектором набора? Алло, да не могу я включить изображение, у меня на стену висячий аппарат средних веков», говорит «Я говорю, что мы хотим возобновить контракты». «Ладно, подожду». «Моли Бога, милый, моли». «Я и молю». «Как? Как вы сказали, моё место ещё не занято? Чудесно, чудесно. А как насчёт моей жены?» Он слушал с озабоченным видом, Джо затаило дыхание. Затем он прикрыл трубку рукой. «Эй, Джо, говорят, твоё место занято. Спрашивают, пойдёшь ли ты временно младшим бухгалтером? Скажи «да». «Вот и прекрасно. Когда мы можем пройти испытания?» «Хорошо, спасибо. До свидания». Он повесил трубку и вернулся к жене. Проверка состояния здоровья и психики когда угодно, а по специальности экзамены сдавать не надо. «Чего же мы ждём?» «Ничего». Он набрал номер Норфолкской службы вертолётов. «Можете доставить нас на Манхэттен?» «Силы господни, неужели у вас нет радара?» «Ладно, ладно, до свидания». Он фыркнул. «Их вертолёты не поднимаются из-за плохой погоды. Сейчас вызову Нью-Йорк и попробую заказать более современную машину». Через полтора часа они уже садились на крышу башни Гарримана. Психолог был предельно доброжелателен. «Ладно, разделаемся с проверкой психики до того, как за вас примутся терапевты. Расскажите мне о себе». Он почти вывернул их наизнанку, время от времени покачивая головой. «Понятно, понятно. А канализацию вам всё-таки починили?» «Только что закончили». «Сочувствую вам по поводу боли в ногах, миссис Макрей. У меня здесь тоже ноют подъёмы. Значит, по этой причине вы и решили вернуться обратно?» «О, нет, а по какой же, миссис Макрей?» «Честное слово, не по этой. Просто я хочу иметь дело с людьми, способными понимать меня. Если я чем-нибудь больна, то только тоской по дому и людям моего склада. Я хочу вернуться домой и готова взяться за любую работу, лишь бы попасть туда. Моё место на Луне, клянусь, только там». Доктор стал необычайно серьёзен. «А что с вами, мистер Макрей?» «Да, в общем-то, почти то же самое. Пытался писать книгу, но не могу здесь работать. Тоскую по дому. Хочу вернуться». Доктор Фельдман улыбнулся. «Это не так уж трудно. Вы хотите сказать, что мы приняты, если выдержим проверку здоровья?» «Да бог с ней с проверкой, вы же проходили её перед отправкой с Луны. Данные и достаточно свежие. Конечно, придётся съездить в Аризону, пройти карантин и систему адаптационных процедур. Вы, вероятно, удивлены, что вопрос решается так просто. Ответ элементарен. Нам не нужны люди, которых влечёт высокая зарплата. Нам нужны люди, которые будут счастливы только на Луне и станут её постоянными жителями. «Теперь, когда вы получили лунный удар, мы будем рады вашему возвращению». Он встал и протянул руку. Ночевали они в том же комодоре, Джо внезапно осенило. «Аллен, а как ты думаешь, не удастся ли нам получить прежнюю квартиру?» «Вот уж не знаю. Надо бы дать старушке Стоун радиограмму». «Лучше позвони ей, Аллен, мы можем позволить себе такую роскошь». «Идёт». Потребовалось около десяти минут, чтобы попасть на линию. Физиономия мисс Стоун, когда она их увидела, стала чуть менее угрюмой. «Мисс Стоун, мы возвращаемся домой». Обычная трёхсекундная задержка, потом... «Я знаю, телеграмма пришла минут двадцать назад». «Ах, вот как. Мисс Стоун, наша прежняя квартира свободна?» Они ждали ответа. «Я её попридержал. Я же знала, что вы вернётесь, и скоро. Добро пожаловать домой, лунатики». Когда экран погас, Джо спросила. «Что она хотела сказать, Аллен?» «Похоже, что мы стали для неё своими, члены одной лиги». «Наверно, так». «Ой, Аллен, погляди-ка». Она подошла к окну, ветер согнал облака и открыл луну. Она была совсем тоненькая, новорождённая. Море плодородия, завиток в волосах лунной девы, ярко светилось. У правого края этого моря находилась крошечная точка, видимая лишь их внутреннему взору. Луна Сити. Ясный серебристый полумесяц висел над небоскрёбами. «Милый, разве она не прекрасна?» «Конечно, прекрасна. Будет так здорово вернуться, не хлюпай носом». Продолжение следует...